Фонтан Треви в Риме – это удивительная достопримечательность. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть на эту красоту. Сегодня мы начинаем из Рима новую серию программ под названием «Ибо так возлюбил Бог этот мир». Оставайтесь с нами. Рим. Добро пожаловать на мировое влияние и добро пожаловать в Рим. Сегодня прекрасный день, и я нахожусь рядом с фонтанами Треви. Как видите, здесь очень много туристов. Мы решили выбрать с Рим для начала новой серии программ под названием «Ибо так возлюбил Бог этот мир». Слово «мир» в Иоанна 3,16 – это греческое слово «космос». Сегодня мы поговорим о том, что Бог любит всю Вселенную, и вас в том числе. Я верю, что во время программы Бог коснется вас и даст вам по-новому пережить Его любовь. Я также молюсь о том, чтобы у вас появилось желание поделиться Его любовью со всем миром. Во время нашей программы вы можете позвонить нам или зайти на наш сайт, чтобы рассказать свою историю или молитвенную просьбу. А главное, вам нужно понять, что Бог действительно любит вас. Правда состоит в том, что две тысячи лет тому назад Бог высказал Свою любовь к нашему миру совершенно уникальным образом. Он отдал Своего Сына, чтобы Тот умер вместо нас. Сегодня мы поговорим о чуде Креста и что оно означает для нашего огромного космоса. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через минуту, и мы начнем нашу новую серию, которая называется «Ибо так возлюбил Бог этот мир». Рим называют вечным городом. Его центральное положение в политике Запада более двух тысячелетий навсегда оставило его имя в нашем сознании. За 800 лет до рождения Иисуса военачальники-близнецы Ромул и Рэм основали город на реке Тибр. После убийства своего брата Ромул стал первым царем и назвал город Рим. Со временем военачальники были сброшены и появилась первая в мире республика. Римская республика расширялась более 400 лет, и к тому моменту, как Юлий Цезарь сделал себя первым императором в 45-м году до нашей эры, Рим владел всеми землями Средиземноморья. Павел посетил Рим сто лет спустя. Империя проходила от современной Англии до Египта, от Португалии до Ирана. Массивные акведуки, храмы и монументы сделали Рим удивительным местом. Дороги, соединяющие все края империи, открыли совершенно новый уровень торговли и позволили Риму показать его военную мощь. Все это вместе с философией и предметами искусства за сотни лет завоеваний сделали Рим культурным центром мира. Со временем Римская империя рухнула под своим собственным весом 500 лет спустя. Но еще на одну тысячу лет осталась центром христианства. Сегодня мы находимся в Риме и говорим о Божьей любви к миру и о том, что весь мир принадлежит Господу. Мы также детально разберем Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Много лет назад великий евангелист Диэл Муди посещал Англию, где познакомился с юным проповедником Гэри Мархаузом и пригласил его приехать в Чикаго. Через несколько месяцев Гэри приехал в Чикаго, а Муди, которого на тот момент не было в городе, сказал старейшинам дать ему возможность проповедовать. Мархауз начал с Иоанна 3,16. «Когда Муди приехал домой, то спросил у жены, «Как парень справился сегодня в церкви?» «Прекрасно, но не думаю, что тебе понравится его проповедь. Он проповедует не так, как ты. Что ты имеешь в виду?» «Он говорит грешникам, что Бог любит их». Муди подумал, что он не прав, но вечером пошел в церковь и услышал, как Мархауз проповедует на основании Иоанна 3,16. «Семь вечеров подряд Гэри Мархауз стоял за кафедрой в церкви Муди и провозглашал, что Бог возлюбил этот мир». В последний вечер Мархауз снова использовал этот стих, а в конце проповеди сказал, «Друзья, всю неделю я пытался донести до вас, как сильно Бог вас любит, но я не могу сделать это своим несчастным языком. Если бы я мог одолжить лестницу Иакову, подняться на небо и попросить Гавриила, чтобы он рассказал мне, как сильно Бог любит грешников, то он сказал бы только, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Слово «мир» из Иоанна 3,16 — это греческое слово «космос», которое означает совокупность Вселенной или все люди на планете Земля. Сегодня я расскажу о четырех вещах, которые важно понимать о мире или о космосе. Во-первых, мир большой, большой по размеру и по количеству населения. Экваториальная окружность Земли — 40 тысяч километров, а диаметр Земли — 12 тысяч 750 километров. На Земле примерно 20 квинтриллионов видов растений и животных. Из них 8 миллионов видов птиц, а это значит, что на Земле 200 миллиардов одних только птиц. Бог следит за каждой из них и питает их каждый день. Представьте, насколько Он заботится о нас с вами. На Земле проживает 7,5 миллиардов людей. Во-вторых, мир принадлежит Господу. В 23-м псалме сказано «Господня Земля, и что наполняет ее Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Создатель мира — это Господь. Он владеет этой землей и никогда не отдаст ее никому. Это правда, что человек должен был управлять миром и быть представителем Бога на Земле. Но Бог никогда не отдавал никому владение землей, даже сатане, которая постоянно бродит по этой планете. Землей владеет Бог. Она принадлежит ему. Создатель является владельцем, а то, что Он творец, — это очень важно. Если вы хотите увидеть Божью любовь к миру, то вы должны понять, что Бог создал мир и все вокруг. Сейчас есть много людей, у которых свое мнение о появлении этого мира. Многие из них, используя научные теории, заявляют, что мир начался с большого взрыва. Но они не знают, откуда взялась энергия для этого взрыва. Другие верят, что мир начался с неживых предметов, которые потом ожили. Но откуда взялся первый неживой предмет, никто, кроме Слова Божьего, не знает, откуда взялась энергия или первый объект. Бог сказал, да будет свет, и свет появился. Бог — Творец всего, что мы видим. Все, что мы видим и еще никогда не видели, было создано самим Богом. В Евангелии от Иоанна 1 главе 3 стихе сказано, «Все через Него, через Иисуса Христа, начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть». Глупец говорит в сердце своем, что Бога нет. И человек своим темным разумом попытался понять то, что понять нельзя. Один человек сравнил это с группой мышей, которые попытались понять пианино, в котором они жили. Они хотели построить там гнездо. Но вдруг кто-то начал играть на пианино. Они не могли понять, что происходит, и вдруг одна мышь сказала, «Звук издают струны». Другая подбежала и сказала, «Молотки бьют по струнам, и так появляется шум». Но никто из мышей не видел того, кто сидел на стуле и играл на пианино. Мы, люди, не можем увидеть невидимого Бога, но за всем, что мы видим, стоит наш Творец. Джордж Вашингтон Карвер, великий ботаник и изобретатель, родился рабом в середине 19 века и прожил в Алабаме до 80 лет. Он очень помог фермерам Юга перейти от выращивания одного только хлопка до большого разнообразия. Карвер ответственен за превращение арахиса в целую индустрию. Как-то к нему подошел друг и заметил, что тот, читая Библию, друг спросил Карвера, «Что ты делаешь? Изучаю арахис. Кажется, ты просто читаешь Библию». Я читаю, как Бог открылся людям, а для меня Бог открывается через арахис. «Запомните, что мир весьма большой, и он принадлежит нашему Господу». Прошу вас, оставайтесь с нами, и скоро мы продолжим послание о том, что Бог так сильно возлюбил этот мир и что мир принадлежит Ему. Так же, как Джордж Вашингтон Карвер однажды открыл для себя Господа, так и вы сегодня должны открыть Его для себя. Как бы вы описали всю красоту и величие Земли тем, кто ее никогда не видел? Возможно, следует начать с очевидного — солнцем, свет которого преодолевает 300 тысяч километров в секунду и долетает до нас за 8 минут. Солнце сжигает 4 миллиона тонн топлива в час. Оно такое большое, что будет гореть еще 5 миллиардов лет. На Земле самая высокая гора — 8800 метров. Мировой океан так глубок, что человек только однажды касался его дна. Есть также две пустыни, которые можно обойти только за 6 месяцев, если, конечно же, вы не умрете от жары или холода. Затем вы, возможно, расскажете о разнообразии окружающего нас животного мира. Мы насчитали 2 миллиона видов растений и животных в воде, 6 миллионов на Земле и еще полмиллиона в небе. Хотя мы изобрели самолеты и ракеты, людей все еще относят к наземным животным. Все 7 миллиардов. Хотя нам нравится жить в больших городах, таких как Нью-Йорк или Токио, но на Земле достаточно места, чтобы каждому из нас выделить по 2 гектара Земли. И в конце вы бы рассказали о разнообразии человеческой расы. У каждого человека свой уникальный ДНК-код с 37 миллиардами клеток, уникальный отпечаток пальца и рисунок сетчатки глаза. Мы говорим на 6 тысячах языков. У одних людей 300 тысяч волос на голове, а у других — ноль. У нас есть 11 разновидностей складов ума, от математического до эмоционального, но каждому из них присуще сочувствие. После описания нашей планеты 15% населения смотрят на Землю и верят, что за материей и энергией ничего нет. А все остальные смотрят вверх и говорят, конечно же, где-то там есть Бог, а также задаются вопросом, любит ли Он нас. Если вы посмотрите на 138-й Псалом, то там сказано «Благодарю тебя, потому что я дивно сотворен». О чем идет речь? Как биологу мне понятно, что речь идет о человеческом теле. Человеческое тело очень сложное и очень красивое. Нельзя сказать, что оно появилось по чистой случайности. Кто-то обязательно должен был разработать и создать его. Все тело состоит из 100 триллионов клеток. Это очень много. А ДНК — это самая сложная молекула. Если вы возьмете одну клетку из вашего тела, всего только одну, и достанете из нее ДНК, а потом разложите ее на столе, то получится 2 метра ДНК всего из одной клетки. А если бы я извлек ДНК из всех клеток тела, положил их рядом друг с другом и выложил их в одну линию, то эта нить достала бы до Плутона, а потом обратно до Земли. Вот сколько ДНК находится в нашем теле, в теле одного только человека. В ДНК клетки содержится столько информации, что она может управлять всеми процессами в клетке, начиная от простой клетки до целого живого существа, человека, животного, растения или рыбы. Но никто не может понять, как она это делает. Именно это является доказательством того, что кто-то написал этот язык, и это был не человек, а высшее существо. Вы знаете, у нас есть звезды, Луна, а также крошечные клетки, и все это говорит о том, что Бог направляет эти клетки на основании информации, которая записана в нашем ДНК, чтобы создавать из этих клеток живые существа. Сегодня мировое влияние выходит из Рима, и мы говорим о том, что Бог любит космос, весь мир. Мы выбрали Рим в качестве фона для наших программ на тему, «Ибо так возлюбил Бог этот мир». Сегодня наша программа называется «Мир принадлежит Господу». В первой части мы говорили о том, что мир большой, и что он принадлежит Господу. Он Творец. Ему принадлежит вся планета Земля. Он Господин, и Он хочет, чтобы мы знали Его. Космос принадлежит Господу. У меня есть еще два факта о мире, который Бог возлюбил настолько, что отдал своего единственного Сына. Мир потерян. Это подтверждает статистика, которая всегда меня поражала. Она продолжает поражать меня все больше и больше. Сегодня в мире умрет от 150 тысяч человек. Если статистика права и треть населения Земли — христиане, то это значит, что сегодня от 80 до 100 тысяч человек умрут, не узнав об Иисусе. Это должно очень сильно повлиять на нас. Я осознал, что пока я проживаю один день, сотни тысяч людей умирают без Христа и уходят в вечность без Бога. Это должно мотивировать нас и менять наше сердце. Иногда мы забываем, что значит быть потерянным. Несколько лет назад я был в горах Теннесси. Я отправился на охоту и был один. Приближался вечер, солнце садилось, и я понял, что потерялся. Куда бы я ни смотрел, все казалось одинаковым. У меня не было компаса, тогда еще не было мобильных, и у меня не было надежды на то, чтобы выбраться из лесу без посторонней помощи. Я злился на себя. Я был расстроен, что мне придется ночевать в горах. Я не знал, смогут ли меня найти. Я был дезориентирован и не знал, что мне делать. Со временем я нашел небольшую тропу, которую использовали животные. Потом тропу побольше, потом еще больше, и в итоге вышел на дорогу и дошел до своей машины посреди ночи. Это был страшный период. Теряться очень страшно. Люди в нашем мире потеряны без Бога. Все выглядит одинаковым, и они дезориентированы. Часто они злятся на себя за свои ошибки. Они расстроены и напуганы. Если это вы, то вы обязательно найдете тропу, которая выведет вас из пустыни. Ее имя – Иисус Христос. Бог так сильно возлюбил этот мир, что послал Сына Своего, чтобы Тот проложил путь из пустыни, и мы могли иметь вечную жизнь, защиту и безопасность в Божьем присутствии. Итак, наш мир большой. Наш мир принадлежит Господу. Наш мир потерян, и, что самое важное, наш мир любим. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихах, сказано, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». А в послании к Кримленам, 5 главе, 8 стихе, сказано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Божью любовь не стоит путать с Его принятием или одобрением. Бог одобряет не все, что мы делаем. Он даже не всех принимает, а лишь тех, кто приходит к Нему. А если они придут к Нему и примут Его Сына Иисуса Христа, то Он примет их. Бог любит нас настолько, что отдал нам лучшее, что у Него было, Своего единственного Сына. Правда в том, что Бог любит вас настолько сильно. Вы живете в этом мире, в космосе, и часто вы дезориентированы и чувствуете себя потерянными. Но есть тропа. Существует выход, чье имя Иисус Христос, Сын Живого Бога. Он сказал о себе, «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». И сегодня я призываю вас довериться Иисусу как вашему Спасителю. Да, мир большой, потерянный и любимый, и вы тоже любимые. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через минуту, и мы продолжим говорить о том, что Бог возлюбил этот мир. «Ибо так возлюбил Бог». Возлюбил. Агапа — это больше, чем эмоции. Это решительная приверженность. Она незаслуженная и безграничная. Мир. Космос. Это совокупность творения. Каждый человек, который когда-либо жил или будет жить на этой планете под названием Земля. Что отдал своего единородного сына? Единородного. Моногены. Единственный в своем роде. Единственный среди всех творений, но также из одной родословной. Чтобы каждый верующий в него. Верование — это значит знать и действовать на основании известного факта. Не погиб Аполуми, разрушенный внешне. Существует. Но разрушен и не подлежит ремонту. Но имел жизнь вечную. Бог имеет каждому из нас такую безграничную любовь, что отдал своего единственного сына, чтобы каждый, кто позволит этой истине изменить его, не был разрушен, но наслаждался полноценной жизнью, не тронутой временем. Сегодня мы говорим о том, что Бог сильно возлюбил этот мир. Мир — это космос, Вселенная, все, что в ней, включая и нас с вами. Правда в том, что Бог любит вас, и мы хотим, чтобы вы это знали. Сегодня мы находимся в Риме, на перекрестке миров времен Иисуса. В то время это была чуть ли не столица мира. Но даже римлянам, не евреям, Иисус говорил, что Бог их любит и хочет их спасти. Возможно, вы осознаете, что вы потеряны, и вам нужно познать Его любовь. Если это так, то позвоните мне прямо сейчас. Мы хотим помочь вам найти путь, выход из вашей дилеммы. Выход есть в Иисусе, и мы будем молиться о том, чтобы вы могли встать на ноги, выйти из своей сложной ситуации и получить вечное спасение. Звоните мне, заходите на наш веб-сайт и расскажите, что вы думаете о сегодняшнем выпуске и о том, что Бог не только владеет землей, но любит ее и вас в том числе. Пишите. Рассказывайте свои истории, рассказывайте, что происходит в вашей жизни и в чем вам нужна Божья любовь и Его помощь. Вы также можете оставить свою молитвенную просьбу, заказать наши материалы или посмотреть другие выпуски нашей программы. Заходите прямо сейчас, связывайтесь с нами и расскажите, что происходит в вашей жизни. Мировое влияние несет Слово Божие нашему поколению. Нет более сильного или более глубокого стиха в Библии, чем Евангелие от Иоанна 3, глава 16 стих. Мы снимаем эту серию в Риме, чтобы донести вам и всему миру, что Бог действительно любит вас, открывает вам свои объятия и свое сердце, чтобы принять вас в свою благодать и любовь. Иногда люди сидят так, но Бог так не сидит. Его объятия открыты. Они были открыты на Голгофе, и Он тянется, чтобы обнять вас, как своего сына или дочь. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Не забудьте зайти на наш веб-сайт или позвонить мне. С вами был Билли Уилсон. Это «Мировое влияние», и мы продолжаем рассказывать миру об Иисусе Христе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орел Робертса, известного во всем мире христианского университета в городе Талсе, штат Оклахома. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение «Исполнение силой духа» по всему миру с помощью служения «Исполненный силой 21». Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и также вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Адрес сайта указан на экране, или позвониться нам по телефону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Глобальный Словарное определение, объемлющее все части мира, входит в понятие «глобальный мир», «глобальные вызовы» или «глобальная миссия». «Глобальный» значит «до края земли». А вот какое влияние должна оказывать ваша жизнь. Университет Орел Робертса готов выпустить вас как стрелу. Если вы настроены сделать вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному богам всемирному сообществу. Это наша судьба, а возможно и ваша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин